Сразу хочу сказать, это не реклама читов, абсолютно все названия читов будут баниться в комментариях, все названия читов будут замазаны, я эти читы максимально осуждаю и надеюсь валпы их наконец-то починят. Ну а так уже у меня выходили несколько видосов, где я смотрел различные читы в CSGO, вышла CS2, на неё тоже сделали читы и самое интересное, что самый популярный чит, который вот вдалеке от всех остальных, у него очень дорогая ежемесячная подписка, о которой я скажу больше, но при этом десятки тысяч пользователей. И мне стало интересно, что там внутри, и чтобы я мог сразу в катках понимать, считаем человек или нет, вот какие функции у читера есть. Поэтому если тебе заранее лайк, я же подписчика на канал, вот реально подвергаю свой комп риску, мало ли там какие-то вирусы. Телеграм с новостями и розыгрышами, читы-то я там не разыгрываю, только ножички. Твич канал с ежедневными стримами, сейчас там активно играем в фейсе, до десятого левела осталось вот чуть-чуть. Всё, без лишь слов, погнали заходить в CS, чуть позже скажу, сколько этот чит стоит. Так, я создал новый аккаунт, тут нет прайма, я у себя в CS выключил ваг, запустил локальный сервер и совершил грех, купив вот этот чит. У вас, конечно, все названия будут замазаны, потому что ничего я рекламировать не планирую, но это с большим отрывом самый популярный чит, который есть сейчас в CS 2, правильно я говорю, Вить? Да, всё верно. Со мной, если что, Солар, это мой друг, и если вы смотрели мои прошлые ролики, где я в CS GO также смотрел читы, то знайте, что в читах он разбирается. Первое, чего мы начнём, это вот сами читы. Для тех, кто не шарит, рассказываю, есть всего лишь два вида по факту читеров, рейдж-читеры или джит-читеры. Легитные, они пытаются показаться, что они без читов, то есть не спалится. Рейджевые ходят, крутятся, им вообще пофиг. Так самое интересное, что в этом сам пленном чите от легита просто вот пять строчечек есть, то есть как такового здесь внутри легит-чита нету, то есть именно тут большинство игроков играет просто с рейджем, даже не пытаясь его скрыть, потому что этот чит скрыть практически невозможно. В легите мы можем настроить только, получается, фофф, насколько широко у нас доводить будет, что-то с мышкой, реакция, и я бы это на самом деле всё потестил, но я не могу его включить, они её выключили. Они даже такие настройки выключили, только крутиться можно. Первое, что в рейдж-настройках мы видим, это что мы можем настроить отдельно каждое оружие, то есть как бы для легита мы пять строчек дадим, которые не работают, для рейджа даже каждое оружие мы выделим. Что у нас тут по настройкам? Его можно включить салент-аим, это функция, когда ты от своего лица как бы просто, допустим, ходишь, у тебя есть какой-нибудь, например, юспик. Вот, я даже не наводился на него, у меня стреляет. При этом, если я салент-аим выключу и пойду, то у меня будет автоматически просто на него наводиться. То есть у меня, видите, дёрнулся прицел. При салент-аиме прицел не дёргается, то есть я могу смотреть просто в сторону, и он убивается, хотя у меня тут прицелом ещё капец как доводить. Ладно, всё, хватит стрелять. Можешь видеть автоматический огонь, что прострелят сквозь стены, и насколько широко зона реагирования была. Если мы поставим, допустим, 71 градус и включим, то видим, что пока мы не стреляем. При этом, чем мы подводимся, всё, как достигает, получается, 17 градусов, то мы попадаем. Погоди стрелять! А ну-ка нажми на шестеронку возле салента-аима. Тут? Да, эта функция позволяет скрывать, по сути, выстрел даже со стороны спектатора. То есть салента-аимом ты, когда стреляешь, у тебя на долю секунды всё равно поворачивается прицел в сторону врага, а спёрфить салента-аимом такого не будет. Даже от лица противника, точнее, от спектатора. Да, от лица спектатора. А на демке? На демке тоже будет так же. Да, а делай что-то, это что такое? Смотри, эта функция будет задерживать специально выстрел, чтобы нанести больше урона противнику. Допустим, у тебя стоит минимальный урон 10, и человек стоит на простреле. Но если он тебя пикает, то чит подождёт, пока он откроется полностью и нанесёт больше урона, чем 10. А-а-а. То есть как бы он ещё, у него искусственный интеллект, который подбирает так, когда максимальный урон я смогу нанести? Да, типа такого. А что такое дак пик ассист и квик пик ассист? Ну, те, кто смотрели предыдущий ролик, я думаю, помнят функцию фейк дак. Это, по сути, то же самое, но работает немного иначе в кс2, потому что её исправили. А что я так мильно хожу? Потому что для остальных ты на контроле. В общем, эта функция будет автоматически вставать за тебя, когда увидит противника. То есть ты можешь садиться, допустим, в коннекторе на коробку и смотреть палосы, и он встанет в момент того, как пикнет противник тебя. А ну-ка, подожди, я включу сейчас третье лицо. Да, и то есть, типа, игра считает, что я сижу. Да, но от твоего лица... А, реально, то есть я реально сижу? Только он сам почему-то ходит у меня. Он у тебя ходит сам, потому что ты включил другую функцию. А почему он сам... А зачем оно само идёт в точку у меня? Смотри, ты включил функцию Quick Pick Assist. Она будет возвращать тебя, либо когда ты отпускаешь кнопку ходьбы, либо когда ты стреляешь. Видишь, у тебя Retreat Mod стоит. Нажми на шестерёнку. Так. Вот, у тебя есть Retreat Mod. Ты можешь поставить, либо когда ты отпускаешь Strafe, то есть он Key Release у тебя стоит, либо он Shot, то есть когда ты стреляешь, у тебя будет возвращаться в эту точку. Это просто банально для удобства. То есть я типа делал выстрел, а он сразу уходит у меня просто... А зачем эта функция вообще нужна? Чтобы самому не возвращаться, и чит, чтобы сам стрелял и возвращался на точку. То есть, по сути, от тебя меньше действий требуется. Также эту кнопку можно забиндить и просто удерживать клавишу. А зачем уже как хастера, если тут просто ты просто пустил чит, оставил каст, и просто по факту можно уйти, я не знаю, что-нибудь делами заниматься, по минимуму. То есть нужно уже ещё меньше кнопок сжать, чтобы играть с читами. О, Rapid Fire. Я слышал за эту функцию, её что-то то ли пофиксили, то ли не пофиксили, потом снова смогли, потом не смогли. Это вообще что делает? Да, эту функцию пытались пофиксить несколько раз, но постоянно находили обходы. В общем, эта функция, можно сказать, заряжает твоё оружие, и потом в нужный момент она выстреливает столько пуль, сколько понадобится для убийства. Сейчас вот ты стоишь и копишь ману, можно сказать. Ага. И она копится ровно с той же скоростью, с которой стреляет оружие. Так, вот сейчас для этой функции я взял скаут, у меня в нём 10 пуль, и, соответственно, там сейчас стоит 3 терра. И если я их пикну, по идее оно должно раз выстрелить, два выстрелить, три выстрелить. И по идее с функцией Rapid Shot, у меня должно всех сразу убить. Я думаю, вы сами понимаете, что скаут так быстро стрелять не может. О, сейчас он медленно, потому что ему надо, я так понял, чуть-чуть подождать, чтобы он пули накопил, как ты и говорил. Да, он копит пули ровно с той скоростью, с которой может стрелять. Допустим, я там жду, раз, два, три, я пикую. Да. Чё он мажет? Потому что у тебя стоит низкий фидшанс, ты стреляешь без прицела. А-а-а. А, то есть тут можно настроить, чтобы ноу-скопы всегда попадали? Не совсем. Есть функция Remove Sprite, точнее была, которую пофиксили на Valve серверах, и из этого чита её тоже убрали. А-а-а, то есть всё-таки Valve что-то дофиксит. Оказывается, функция всё ещё есть, её просто нет просто так, и чтобы найти, нужно вот, бум, Sprite набрать, и теперь она есть. И по идее я развернусь? Да, всё, у меня всё попадает спокойно. Просто. Нифига, если я себе пуль зарядил, кстати, что у меня все по три сразу. Ошалеть. В CS2 вышла новая операция. Ну и выпустили её, конечно, не Valve, а Epic Drop. Стоит она 600 рублей, но по закрепённой ссылочке в комментариях она будет тебе доступна абсолютно бесплатно. В этой операции ты выполняешь простейшее задание, пойти его подписаться на их соцсети или открыть свой первый кейс. В каждые 15 заданий ты будешь получать бесплатные перчатки или тайное ВП. Ну, а пройдя всю операцию с 60 заданий, ты получаешь гарантированно бесплатный нож дороже 10 тысяч рублей. Такую халяву даже Valve предоставить не могут. Также вместо операции на Epic Drop вышла игра Prefire Battle. Там всё просто, тебе либо нужно увернуться от пуль КТшника, либо попасть по террористу. Выдал другого игрока, поздравляю, получаешь бесплатный халявный приз. Да и без этого на Epic Drop огромнейшее количество кейсов, где дроп гораздо лучше, чем в CS 2. Ну, а если вдруг дроп не понравился, ты можешь его улучшить спокойно в контрактах, либо апгрейдах. Ну и про режим сражения тоже не забывай. В общем, халявы реально много, так что залетай на Epic Drop по закреплённой ссылочке в комментариях. Лутай бесплатно операцию Jungle Blade и там же будет промокод на бесплатную попытку в мини-игре. Тут даже, я говорю, какие-то пасхалки есть. Причём настройка рейдж античита тут просто какая-то лютая, можно поставить, чтобы у тебя выбирал самый большой дамаг, ближайший к чему прицел лежит. В какой самым большим шансом ты попадёшь? В какой хитбокс конкретно ты попадёшь? Какую часть тела? Можно их несколько выбрать? Нет, это мультипоинт, это не то, что он себя представляет. В общем, эта функция позволяет уменьшать радиус хитбокса, который будет стрелять, чтобы в человека с антиримами было проще попасть. То есть, чем меньше мультипоинт, тем больше шанс, что оно стрельнет именно в центр хитбокса, а не в края. Ага, понял. И, кстати, из-за того, что мы включили вот этот Remove Spread, у нас некоторые функции недоступны, а именно автостоп, автоскоуп. Что делаешь? Я понимаю автоскоуп. А что у нас делает автостоп? Автостоп будет практически тебя останавливать. Останавливать, чтобы стрельнуть. А, то есть, типа, я вот, допустим, я такой, бегу, ура, 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 бегу. Что-то меня не остановило, кстати. А, если момент остановился, на секундочку я остановился. Ну, вообще, тут ничего интересного нету, кроме Move Between Shots, это самое полезное. Это, оно будет, короче, Slow Vault, то есть Shift, по сути, поднимать для тебя, вместо того, чтобы полностью останавливаться. А, вот оно как, понял. Ну, и самое главное, это анти-аим, или так называемая крутилка. Сейчас включу вот третье лицо. Мы его включаем. Можно стоить, куда у нас будет, получается, смотреть чел, я так понимаю, пич. И, как видим, у меня прицел тупо смотрит вверх. Могу поставить, чтобы у меня он смотрел вниз, как, ну, принято в крутилках всех. Могу поставить, чтобы рандом просто он у меня вот так вот делал. Либо же я просто прямо смотрел бы. А, то есть я могу еще так же вот, получается, не только прицелом двигать, как у меня будет моделька стоять. Могу, чтобы она стояла спиной. Я убивал всех спиной, чтобы мне был меньше шанс попасть мне в голову. Можно спинбот. Его нужно строить, да. Вот, тут еще можно строить, сколько быстро будет крутиться. Я могу вот так вот крутиться, ребят. Либо же, так сказать, на медленном движении вот так вот двигаться. Так что тут еще есть функция Avoid Backstep. Что она делает? Смотри, ты, когда играешь, ее обычно ходят спиной на КВХ, чтобы было тяжелее попасть в голову. И получается, когда ты ходишь спиной, тебя проще зарезать. То есть ты с одной тычки умрешь. Но эта функция будет автоматически определять, есть ли у противника нож, и находится ли он на нужном расстоянии, чтобы тебя зарезать. И будет смотреть прямо, если противник с ножом. То есть настолько тут все продумано. Боже, зачем? О, еще можно включить, чтобы у нас моделька немножечко тряслась. Ну так, небольшая трясочка присутствовала. Можно вот так вот. Это вообще что происходит? Ладно, еще можно вот выключить ее. Да. Какой бред. Slow walk? Что такое slow walk? Ну, по сути, это бесполезная функция. В основном она используется именно в самом автостопе. Она будет просто тебя замедлять. А зачем? Честно, я не знаю, зачем ее оставлять для включения. Видимо, просто так. Ну, нормально, ребят. Можно ходить медленнее, благодаря счету. Вместо того, чтобы shift нажимать. И, кстати, да, совсем запускать. Чит обошелся мне 30 евро на месяц. Либо же 3000 рублей. Цена, конечно, вообще немаленькая. Ну, и последняя функция, которая у нас осталась в рейдже, это freestanding. Я, честно говоря, не знаю, что она делает. Что она делает, рум? Она будет автоматически прятать твою голову за стену, если в том направлении, куда ты смотришь, будет противник. Погоди, ты ее... А вот, у тебя видел, развернулась голова. А, то есть ее как бы за стенку убрали. А, да, во-во-во. То есть с его ракурса голову не видно. Да, насколько все продумано. В принципе, в рейдже мы все разобрали. Теперь предлагаю перейти к остальным функциям, которые, как бы, нам предлагает данный чит за 3000 рублей в месяц. Ну, это, конечно же, скинченджер. При этом, инвентарь и ченджер тут еще нет. Нет такого, что вот раньше было в CSGO, что с читами ты мог просто себе выдать кейсы, открывать в CS кейсы, повысить шанс в кейсах, там, именно, ну, визуально, естественно, в фейковых кейсах. Тут лишь только скинченджер. Допустим, хочу себе паракорд. Можно даже неймтек, статтрек на него поставить. Выбрать сид, паттерн. Боже, а ну. Чикс. Оп, у меня в нос инвентарь. Что-то у меня его нету. О, не с первого раза сработало. Выдался у нас нож. Как видим, реально паракорд. Кому фляж есть? А могу, могу выдать все скины, как у себя у меня на основном аккаунте? Спокойно себе выдал ножик и перчатки, которые у меня есть на основном аккаунте, за которые я, как бы, кучу денег отдал, очень долго копил. Тут, ребят, 30 евро у меня все есть. И при этом я, кстати, могу сразу тут смотреть, как он будет меняться. То есть взял, вот так подвигал. Вижу, ага, вот так он будет выглядеть. Фейт вот так подвигал. Угу, применил, все. Вот так вот. Кстати, такого даже керамбита не существует. Потому что у градиента самое низкое значение это немного поношенный. А тут у меня какой-то он закаленный в боях. А, кстати, да, чтобы вы понимали. Вот он играет с таким же абсолютным читом. А и как бы, ну, очень много пользователей. Просто сейчас за мной наблюдает и видит, что я здесь сделал вот такой красивый сет. И он тоже будет видеть, что у меня вот такие скины. А, ну и забыл поменять, что еще также в табе все, у кого данный античит, у них вот тут вот есть вместо медальки значок этого чита. У нас он, конечно, замазан. Ну вот, если я с кем-то попадусь в катке, у меня тоже такой же чит. И у него мы бы будем видеть, что у нас возле, как бы, ников стоит иконка этого чита. По скинам, кстати, тут есть, можно даже поставить те, которых нету в КС еще. Допустим, вот, Зевс Волны. Сейчас существует всего один скин на Зевс. Но те, которых еще нету, уже у меня есть. А, и даже можно набор музыки поставить. Если вы, знаете, слушаете музыку в КС, и она у вас в ноль не вышла. Вы, конечно, можете ее поставить. Зачем только, непонятно. Ну и агента тоже можно выбрать. Также есть вкладочка дополнительных настроек. Тут можно включить банихоп, эйрстрейв. Стоп, это не эйрстрейв, это не автострейв. Что такое эйрстрейв? Нет, эйрстрейв это как раз таки и есть. Автострейв просто его здесь переименовали. А, то есть, века, я просто жму вас, я вот так вот кручусь спокойно. Мне даже не надо, как-то, знаете, вот на бэхоп стирать, там, типа, воп, вот так вот лево-право делать. Нет, ты просто зажал, и ты разгоняешься. Ничего, даже учиться бэхопить не надо, так что реально, вот ропс, который сидит, бэхоп, мувмент, кучу времени учит, тоже как бы идет нафиг. А эйрдак, это чтобы я так понимаю, я в воздухе приседал еще, да? Да, все верно. Ну, это классика тоже, как бы. Квик стоп. Я так понимаю, если я буду, допустим, вот так вот прыгать. Нет, это с прыжками никак не связано. А, нифига, я сразу останавливаюсь. То есть, контрстрейв у меня автоматически делается. То есть, условно, я выключу, чтобы мне остановиться, условно, как я в игре делаю. Вот, допустим, пикаю типа. То есть, я так, оп, оп, да? И, условно, я пикаю. Видите, чуть-чуть, пару шажков делаю. Теперь же просто жмем квик стоп. Делаем вот так, оп, и сразу останавливаемся. Контрстрейфить больше не надо. Стрейф ассист. Так, если вы все-таки хотите хоть чуть-чуть пытаться вот банихопить, да? Как-то двигаться, то можно включить вместо эйрстрейфа эйрдака стрейф ассист. И теперь вам нужно влево-право двигать мышкой. И жмать АД. Но, в любом случае, тут, ну, с этим ошибиться нет шанса. Потому что без этих всех функций я бы, наверное, и парочки прыжков не сделал. А ну, дай-ка попробую. Манихоп, автострейф. Ну, все, да, два прыжка и все. Это мой максимум. Это джамп, это что такое? Оно будет просто автоматически с края текстурки отпрыгивать. То есть, с самого последнего пикселя. То есть, максимально далеко, чтобы можно было прыгнуть. А ну, я, допустим, так вот бегу. Вот бегу, бегу, бегу. Оп, я, я, чтобы вы понимали, пробел не жму. Все, я держу только W. Оп, и у меня с конца текстуры меня подпрыгивает. Ха, джамп баг. А что такое джамп баг? Это функция, которую еще принесли с CSGO. Она позволяет убрать урон от падения. А также чуть-чуть выше подпрыгивать при банихопе. А ну-ка, я выше буду прыгать? Эээ, нет, тебе нужно настроить. А ну. Ну, кстати, да, как будто я выше прыгаю немного. Нифига себе. А если я включу функцию No Fall Damage? То есть, условно, если я упаду какой-нибудь высоты. То есть, условно, я так стою на краю. Я урон получил. Это что такое за скам? Почему я заплатил 3000 рублей? Мне говорят, что я не буду получать урона от падения. И я все равно урон получаю. О, не получил. Кстати. Нифига себе. Дальше по функции есть какой-то оверрайт зум и моментальный прицел. А ну. А, ну да, без каких-то, знаешь, не понимаю разницы. Без анимации оно открывается. Разве есть какая-то анимация? Да, есть. А, да, вижу небольшая такая. Чик. А если я включу? Чинг. Все, сразу появилось. Понял. О, я могу убрать оверлей с хопа. Подожди. О, нифига себе. Ха. Все. Теперь у меня нет никаких черных зон и могу просто все видеть. О, можно автозакуп еще себе поставить. Чтобы мы, так сказать, знаете, сразу я захожу в премьер. У меня 25 тысяч единого. Чтобы у меня сразу покупалась снайперка. Какой-нибудь дизерт игл. И армор максимальный. Нормально. Стрейт троу. Как я понял, это такая функция, которая позволяет тебе кидать, ну, гранаты и пофиг, что ты в движении. Для тех, кто не понял, объясню. Если я, допустим, кидаю флешку, зажимаю клавишу D боком, то она летит как-то так. Ну, не прямо, куда я смотрел, а в бок. Но если я включу, получается, стрейт троу и также абсолютно кину гранату, что я просто зажал D, она летит ровно туда, куда надо. То есть, прямо, куда я смотрел. И пофиг, что я шел, получается, вправо. Также можно увеличить все киллфис, чтобы он запоминал в фраге. И автоцепт матчей в премьере, так сказать. А, ну, еще можно включить, чтобы мне в табе показывались, какие оружия и сколько денег у противников. Ну, и, наверное, самое интересное, это визуалы. Что тут можно сделать? Тут мы можем настроить, как мы будем видеть через ВХ противников. Что можно добавить, что они в зуме слепые перезаряжаются в данный момент или что? Какое у них оружие? ХП можно, цвет поставить, какое оружие, что угодно. На тиммейтов тоже можно врубить. Чтоб сквозь стены было видно. Вон, кстати, мы видим, вот, появились пацанчики. Трейсера, пуль включить. И настроить, чтобы они были разных цветов у противников и у тебя самого. Что за оффскрин, ЕСП? Будут стрелочки показываться, когда противники нет у моих. А, то есть, условно, если я отвернусь? То есть, видите, у меня стрелочка появилась, где у меня противники? Они в той стороне, мне подсказывают чит. Кстати, чтобы вы понимали, я вот хотел посмотреть, попробовать, как работают, ну, трейсера, пуль. Во-первых, их нет, они не работают. А во-вторых, смотрите просто, как эмка стреляет. То, что я пару секунд постоял, оно у меня вот заряжает. Какой бред, Valve, пофиксите это. О, трейсера появились, кстати. Ну, ребята, вот такие они. Я думаю, что звуки, это когда, ну, это что, какие-то звуки будут пим-пим-пим-пим-пим, когда я их убиваю. О, видите, он топает, это значит, что я слышу его. То есть, словно, если вы пытаетесь играть по легиту, то вы понимаете, в какой момент вы его слышите, а в какой нет. Если у вас, конечно, проблемы с наушниками или со слухом. Ну, у читеров с мозгом по-любому проблемы. О, могу еще так включить, чтобы у меня на радаре показывались противники где. Нормально, вот просто оп, 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 включаю, выключаю. Нормально, ха-ха. Еще помогу поиграть всем, какие будут модельки у противника. Можно добавить им подсветку. Можно добавить, чтобы они вот такие были. Можно добавить, чтобы они были, ну, invisible какие-то. Так, а это что, оншот? Короче, ты когда попадаешь в тело, и он, допустим, мувывается с той позиции, там остается еще след. А, зачем это, я не понимаю. Ну, ладно, классно. И так можно для каждой настроить, даже можно для трупов это настроить. Также можно добавить ВХ на оружие, видим, что у меня там где-то вдалеке валяются дроп. Вон, видите, у меня тут СГшечка лежит, ребят, если вдруг кому надо. Тоже мы ее видим. Гранатки тоже можем добавить, чтобы когда мы кидаем гранатку, оставалась красивая траектория. Точнее, даже не траектория, мы можем, ну, просто смотреть, куда она прилетит. Оп. Ровно сюда, куда надо. А если мы хотим тренировать раскидки, то мы сразу видим, куда она может прилететь. О, прицел, кстати, еще врубился. Нормально. И в КС есть функционал, и в чите. А что такое, как играть, знаете, про Activity Warning? Это очень полезная функция. Когда в тебя летит граната, неважно, ХЕшка или Молик, она будет показывать, что она дамага наносит. Нифига себе, это классно. Оп, ноль дамага. А если вплотную встану? О, нет, я еще взорвусь. Нормально. А еще сверху дугой показывает время, которое взорвется. Нифига себе, ну ладно, это классно. Ambience. О, ребят, ночной мираж. Если кто-то вот хотел, чтобы Valve добавили, платите 30 евро, у вас любая карта становится ночной. Я вам скажу, так выглядит это классно. Crosshair. О, sniper penetration. А это что за прицел значит? Эээ, смотри. Снайпер, это когда ты возьмешь, допустим, АВИК, у тебя будет твой прицел все равно виден. О, что он маленький. А-а-а, мне видно прицел мой, нифига. А вот эта вот зеленая точечка, она позволяет понять, можно ли прострелить стену или нет. Красным нет, зеленым можно. А-а-а, нифига себе. То есть вот это простреливается, а ну. Ты чуть не прострелил. Пропромазал потом. А, ну да, прострелил. Нифига себе. Removals, что это можно? Remove torso. У меня ноги пропали. Можно как в CSGO вернуть, что у тебя больше нету ног. А тень можно убрать? Team Internet, понятно ли? Это, я так понимаю, вот это на матчмаге вступление, смок и флешки. А, то есть условно я кину флешку. А, ну мне пофиг, в принципе, а если я кину смок. А, во-первых, кстати, видно время смока. Это первое. А второе, смока, как видите, нету, потому что я его тупо вырубил. А что это хит-маркер? Просто при попадании в противника будет показываться небольшой хит-маркер. Ох. Ну это типа Call of Duty. Call of Duty либо стенд-оффа. В принципе, это все, как я понял, по функционалу. Можно вот конфиг сохранить, создать новый. И что вы понимали, на конфигах для читов делаются такие деньги. То есть читеры, кроме того, что покупают, вот в месяц платят по 3000 рублей за подписку. Они еще по реально какие-то конкретные суммы покупают конфиг. И вот сколько в среднем какой-нибудь конфиг стоит? По несколько евро. А что, ребят, если вы хотите, ну все, мой конфиг для CS, ну теперь больше, ну вот этот. CS 2 Bril, очень бесплатный. Из группы ВК я его удаляю, продаю по 50 рублей доната на моем стриме. Просто на Twitch заходите, кидайте в донате скинь конфиг, я вам кидаю. Но, как итог, сказать могу, что это полный бред просто, что такой огромный функционал есть. В ни одной другой игре я не знаю, что было так много функционала в читах. И вообще были вот такие вот читы популярные, у которых буквально сотни тысяч подписчиков, которые платят в месяц. И я очень сильно надеюсь, что Valve это как можно скорее пофиксят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!